Решите совокупность неравенств. 2-3х больше, чем х, 3-2х, деленное на 5, меньше, чем 1-х, деленное на 2. Используя алгоритм решения данной совокупности, нам нужно решить первое линейное неравенство, второе линейное неравенство и полученные числовые промежутки объединить. Записываем все в столбик. С х переносим в одну сторону, минус 3х так и осталось, а х перенесли влево. Знак поменяли. А двойку переносим в правую сторону, значит, будет минус 2. Второе линейное неравенство мы приведем к общему знаменателю. Общий знаменатель у нас 10. Первый дополнительный множитель – это 2, второй дополнительный множитель – это 5. И сразу же раскрываем скобки. 2 на 3 – это 6, 2 на минус 2х – это будет минус 4х, меньше 5 на 1 – это 5, 5 на минус х – это будет минус 5х. Записываем все в столбик. Минус 3х минус х – это будет минус 4х, больше, чем минус 2. Переносим с х влево, без х вправо. Минус 4х осталось, минус 5х переносим, знак меняем. Пятерка в правой части осталась, а шестерку перетаскиваем вправо, значит, знак меняем. У нас получается первое неравенство делим все на минус 4, значит, знак мы должны поменять. Это получается, х будет меньше минус 2 поделить на минус 4, это будет 1,2 или 0,5. Во втором линейном неравенстве минус 4х плюс 5х – это будет х, меньше, чем 5 минус 6 – это будет минус 1. Чертим прямую, подписываем ось. И на этой прямой мы сразу отложим решение данных двух линейных неравенств. х меньше, чем 0,5. Точка 0,5 у нас не закрашена. Штриховка пошла в левую сторону, куда носик, туда и штриховка. Мы ушли влево. Минус 1 лежит левее, чем 0,5. Данная точка у нас тоже будет не закрашена. И штриховка также пошла влево. Мы видим, что у нас штриховки наслоились друг на друга. Мы склеиваем наши результаты и начинаем движение от самой маленькой точки до самой большой. Самая маленькая точка у нас минус бесконечность. Мы пошли, пошли, пошли по нашей штриховке и остановились именно в точке 0,5. Поэтому ответ, числовой промежуток от минус бесконечности до 0,5. Все совсем не сложно.